В эфире программа Тревожный сигнал. Меня зовут Александр Урчев. Здравствуйте. Как известно, 28 марта объявлен днём траура. Кумертаус стал участником акции в поддержку кемеровчан. Жители города зажгли свечи и запустили в небо белые шары в память о погибшей в зимней вишне. Всеобщее горе пожар в торгово-развлекательном центре зимней вишни в Кемерово потрясло миллионы людей. Вокруг трагедии объединились все, независимо от возраста, вероисповедания и религии. В Кумертау день национального траура в храмах прочитали молитвы за упокой погибших. Такие ужасные трагедии, в которых погибли дети, не должны повторяться, отметил имам Мухтасиб в Кумертаусской мечети Салават Хазрат Баймухаметов. Имам Мухтасиб помолился о том, чтобы Всевышний уберег человечество от подобных трагедий. Пожелал терпения и сил родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавших. Панихида по погибшим прошла в этот день также в Иоанне при Теченском соборе. Поминальную службу провел епископ Салаватский и Кумертауский Николай. Люди не остаются равнодушными к чужому горю и пришли в храм, чтобы зажечь свечи и помолиться об упокоении погибших в страшном пожаре. В службах принял участие глава администрации городского округа Борис Беляев. Мы молимся, чтобы Всевышний и Господь упокоил души усопших рабов в своих вселениях праведных, в своем небесном царстве. Простив бы им их при грешении. Мы также и молимся о тех, кто пострадал в пожаре, о их скорейшем выздоровлении. И мы вместе с Каргибием о тех родственниках и близких, которые потеряли своих детей или близких. В этот день добрососедские взаимоважительные отношения двух религий только укрепились. Ислам и православие объединились для поддержания соотечественников. Кемерово «Кумертаус с тобой» под таким девизом прошла акция на площади мира уже в 8 часов вечера. Сотни кумертаусов собрались, чтобы поддержать тех, кого коснулось большое горе. Люди пришли, несмотря на холодную дождливую погоду. И казалось, что небо плачет вместе со всеми. Ой, я два дня плачу. Как включу телевизор, так плачу, плачу. У меня 81 год. Я войну пережила и много горя. Но это горе. Это вообще представить невозможно. Наши детки. Столько деток ушло. Ни за что. Символами единения стали цветы, зажженные свечи, а также игрушки. Ведь среди погибших в торговом центре «Зимняя вишня» много детей. Слова поддержки и сочувствия люди говорили тем, кто их просто не услышит на расстоянии, но обязательно почувствует эту поддержку. Сегодня город Комертау, все горожане, комертаусцы скорбят и соболезнуют погибшим, соболезнуют родным и близким погибших в торговом центре «Зимняя вишня» Кемерово. Мы сегодня пришли к вечному огню, чтобы возложить цветы, почтить память. На эту акцию жители города пришли не по особой разнарядке, а по зову сердца. И даже возложив цветы, никто не торопился расходиться. Нужно было выговориться, поделиться переживаниями по событиям Кемерово. Или просто помолчать вместе со всеми. «Я поддерживаю, но так тяжело, у меня самой трое детей, извините, я ничего не скажу». «Это очень тяжело для всех, не только для родных, как бы для всех посторонних». «Такие минуты надо сплочаться, вместе быть». «Конечно, скорбим мы, но всем, я весь город как бы собрался. Тяжело, вечная память, Царство небесное». «Мы скорбим, мы пришли поддержать вместе с детьми, ну, как бы, помянуть, так сказать. Ну, просто слезы на глазах, очень жалко, очень печально. Это вообще, не дай бог никому такого. Это на самом деле очень страшно. Чистые. Чистые. Бережное, этим поставим. После трагедии по стране начались массовые проверки торговых центров на пожарную безопасность». «Прокуратура города Кумертау в связи с событиями в городе Кемерово и по поручению прокуратуры из публики Башкортостан организованы проверки соблюдения норм и требований пожарной безопасности в торговых комплексах города Кумертау. В связи с этим были привлечены специалисты МЧС, Росгвардии. Росгвардия будет проверять сработку сигнализации МЧС, ну, по своей части будет, естественно, смотреть. И вот в течение трех дней мы будем проверять все торговые комплексы, где массово люди могут находиться». 31 марта в городе Кумертау по улице Карла Маркса, 26, произошел пожар. В результате возгорания пострадал мужчина 51-го года рождения. Скончался по дороге в больницу от отравления угарным газом. Общественный совет при отделе МВД в городе Кумертау провел очередное совещание. Общественники занимаются работой с гражданами, следят за организацией правопорядка, проводят профилактические работы с молодежью. «Нашей задачей общественной такой организации является работа совместно с органами внутренних дел, координация работы, контроль за работой органов внутренних дел со стороны общественности и, конечно же, работа с гражданами. Но хотелось бы, чтобы нас почаще приглашали на оперативные совещания в городе внутренних дел, на совещание в городскую администрацию. И хотелось бы почаще видеть на наших заседаниях совета представителей городе внутренних дел и представителей городской администрации. То есть, чтобы был постоянный контакт общественной организации, администрации города, отдел внутренних дел. Вот тогда, может быть, мы действительно сможем эффективно решать вопросы». Основной акцент на совещании был сделан на подготовку программы работы со школьниками и студентами города в целях просвещения в юридических вопросах и профилактической работы. «Работа с молодежью вообще является у нас постоянной. Цель в основном – это правовая пропаганда и профилактика правонарушений. То есть, разъясняем, что такое правонарушения, каковы последствия, какова общественная опасность. Тем более, что все наши, большинство, во всяком случае, членов – это бывшие сотрудники, органы внутренних дел имеют юридическое образование, мы квалифицированно можем эти вопросы решать. Вот такой план работы с молодежью». Общественный совет при отделе МВД в городе Кумертау приглашает горожан на консультации по юридическим вопросам, а также ждет предложений, касающихся работы правоохранительных органов. «Я хотел бы обратиться к гражданам нашего города. Если у вас возникают какие-то вопросы, предложения, заявления, жалобы, не стесняйтесь, приходите, есть график дежурств, совет наш располагается в здании отдела внутренних дел, паспортно-визово-режимная служба, там же, где музей, приходите, есть ящик, вы можете туда опустить свое заявление, жалобу, или встретиться с нашим сотрудником, который дежурит ежемесячно вместе с сотрудником органов внутренних дел. Ждем вас с вашими наболевшими вопросами! За прошедшую неделю на дорогах Кумертау было зарегистрировано 431 нарушение правил дорожного движения, задержано 6 водителей в нетрезвом состоянии и совершено 14 ДТП, все с механическими повреждениями. Это были все происшествия за неделю. Меня зовут Александр Урчев. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова